Что за реплика с галерки? Вот у меня папа был такой, у меня учитель в школе был такой, Григорий Лукьянович, который металлической, сука, линейкой бил нам по рукам в девятом классе. Ты не умничай, а лучше думай сейчас, что ты будешь отвечать и как ты будешь отвечать в домашнее задание. Я говорил, Горбунов, руки, блядь, вот он страшно, мы руки прятали под парту. Это оптимус ганг, фака, маза, фака. Это в этом и прелесть, что я могу нести что угодно. А ну, тихо, блядь! Может, в туалет? Даже с пистолетом не приходит к школьникам говорить, блядь, стеки читай, иначе сейчас по каштанам, сука, садану. Ви колись про себе сказали, я люблю на старой ламповой сборке. А я подумала, ну, якою я старой ламповой сборке, если вы так прогрессивно мыслите и высветлите себя? Ну, старая ламповая сборка – это уж одно такое радянское формулювание. Вы мали на увазе свою… Нормально, да. Нормально? То есть, что-то из Радянского Союза нормальное можно оставить в себе, да? Это все с Русановки. Русановки, привет и пиз, пацаны. Кстати, это все с Русановки, с того Босяцкого моего детства, конца 60-х. Вот, где ламповая сборка. Вот сейчас вернулись все к ламповой, потому что звук настоящий. Это я уже 30 лет, мы с группой играем. Хоть я не профессиональный музыкант, а я все-таки актер, но уже понимаю, что такое звук, колонки, там ламповая сборка какие-то, как и винил. Сегодня пластинку поставь. Да. И то будет, знаешь, настоящее, где вот то биение сердца передается, когда вот все интонации, когда нельзя ни на йоту, ни наврешь на виниле. Так и есть. У меня знакомая нещодавно открыла кафе біля театру Франка, и она поставила там винил. Ох, яке это звучание. О, класс. Это просто шикарно. Короче, приедете, я вас поведу на каву, на келих винах. Олексій, еще вопрос. Мы узнавали Казимира, Казимира вашего. Да. Казимирович Солопенко. Вы так его хвалите, что он таки нахабный матом говорит. Я почитала под одним відео до Казимира, где он крутит гайки и говорит, будете гайки крутить, если не будет учиться. А люди пишут. То есть, в смысле, я поважала Горбунова, а сейчас он с неповагою говорит про людей, которые крутят гайки. Почему крутят гайки разводным ключем? Вас начинают захищать. В смысле, разводным ключем? Горбунов актор. Ну и что, разводным ключем крутит он вагон? Ну и что, это же для труб? Хай будет. Тобто люди, частина людей, попри шалені репости, они побачили в тому неповагу до людей простої праці, которую вы подкреслили. Ти, кто меня не знает, мне не треба це пояснювати. Хто знает, що я актор, скільки я знімаюсь, де я роблю, і чому Казимир Залупенко. Це комикс, це персонаж комикс. В чому прелість Казимира Залупенка? Это, с одной стороны, человек. Вот у меня папа был такой, у меня учитель в школі был такой, Григорий Лукьянович, который металлической, сука, линейкой бил нам по рукам в девятом классе. Я говорю, Горбунов, руки, блядь. Вот он страшно, мы руки прятали под парту. Вот это некий сборник Казимира. И плюс он комикс, я специально нарисовал черные глаза, чтобы меня уже не допекал никакой, потому что там мало того, что Казимир до сих пор, я же говорю, я смеюсь, подаю этот пример, можете посмотреть. Киселёв даже полгода назад, ну они меня там все время, сука, торбят постоянно, я говорю, у меня девять лет нет в России уже, а вы меня, ну, Пашикина столько уже, которая, как сказал мне кто-то из критиков, говорит, чувак, столько наснимался, что стереть уже тяжело. Конечно, блядь, 15 лет таких фильмов, которые уже половина в классе. У Михалкова снимался. Где ты его сейчас сотрёшь? Вот. Ну дело не в этом, просто говорю, а это другой опыт, если я играю человека, то, конечно, это актёр, но это комикс, даже не кино, это оптимус, ганг, фака, маза, фака. Это в этом и прелесть, что я могу нести что угодно, блядь, но таких же директоров, понятно, в школе же нет. Он же с пистолетом не приходит к школьникам и говорит, блядь, стихи читай, иначе сейчас по каштанам, сука, садану. В этом же прикол. Опять же, разница между поколениями. Это поколение, для которых жанр, в котором они как рыбы и понимают, дядя гони. Они же мне писали, где деда, где бомжа этого, сука, взяли. Школьники писали после первого ролика. Серьёзно? Бомжа показывайте чаще. Вот это дед, блядь, где взяли деда? И мне пишут, я же читал, я угорал. Я показывал, когда народным артистам, они говорят, блядь, как... И ты гордишься этим? Я говорю, сука, вот это популярность, попал в точку. У меня сейчас поколение, больше миллиона школьников по всему миру знает меня как Казимира. Чем я, безусловно, горжусь и считаю, что я один из немногих народных артистов, кто попал вот в эту стаю хулиганов на улице. Ну пусть народный артист пойдёт, сыграет с оптимусом. Я говорю, вот так проверяется актёр. А пацаны сегодня, кстати, сыграют нехер делать, потому что они и есть. Это новое поколение, которое знает этот оптимус Ганн. А оптимус Ганн, я сейчас хочу сказать слова добрые про это новое поколение, они в ССУ с первых дней помогают и уже не любят распространяться. Но помогают, будь здоров, поверьте. И там 3G поперегнали и собрали бабки и продолжают дальше. Я говорю, пацаны, респект и уважуха. Вот поколение. Одни воюют, вторые собирают. И при этом ещё снимают ролики и хулиганы, как говорят родители, их родители мне говорили, Алексей, вы же такой артист, вы шико. А зачем вы же вы с нашими толпоёбами? Вот в этот ужас весь, зачем вам этот Казимир, это страшно. И чуть ли не со слезами мне говорили, зачем. Как и многие умные артисты, сука, которые ей всегда говорят, блядь, вас год с экрана убери, и не вспомнит же никто. И это время сейчас показало. Вот он год каждый день, сука, в экране. Убери его, через 3 месяца его знать не будет, кто он такой. А те артисты на века, как говорил мой великий учитель Константин Петрович Степанков, который сыграл Кавпака так, что он мне говорил потом, что Кавпак ему признавался, и говорил, Костя, ты взыграл, мы на краще ниже я в житии. Великий Кавпак. Понимаете, вот актёры. Почему Каменный Хрест сегодня показывает по телевизору фильм Леонида Осыков, где все молодые Ступка, Степанков и великий наш Бронислав Бродуков. Ах, да упокоится их душа. Если вам понравится то, что мы делаем, и выникает желание нас поддерживать, то вы можете конвертировать вашу поддержку в два способа. Ну, по-перше, на постійній основе вы можете подписаться, лайкать и коментовать, або спонсоровать нас. Те же на постійній основе кнопочка ось тут. Субтитры подогнал «Симон»!